И продолжим беседу с нашим гостем Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего с нами на связи. Здравствуйте, рада приветствовать. Здравствуйте. Давайте начнем с соглашения по безопасности, о которых говорил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Напомню, это с Японии и США. Какими могут быть эти договоренности и почему они так важны для Украины? С одной стороны договора все типичные, но каждая страна включает туда некоторые специальные детали. И допустим, в каждом из двухсторонних договоров включалась конкретная сумма финансовой и военной помощи на первый год. Но все они заключаются на 10 лет. Что интересно, Япония и США это две страны, которые входят в G7, но которые до сих пор не подписали эти договора. А обращение ко всем странам составлять такие договора о поддержке безопасности Украины как раз приняла Большая Семерка ровно год назад, в июле прошлого года после саммита НАТО в Венюсе. И поэтому таким образом сейчас Владимир Зеленский подписал 15 таких договоров. После подписания США и Японии их будет 17, в том числе вся G7. Лидеры Большой Семерки, давайте об этом поговорим еще детальнее, будут призывать Китай прекратить поддерживать Россию. Это в виде технологий, в виде деталей для вооружения. Какими могут быть эти заявления? Позиция Китая, она довольно интересная. С одной стороны, Китай всячески отрицает то, что он предоставляет летальное вооружение. И прямых доказательств этого не было. И это тоже хорошо. Мы понимаем, что Российская Федерация обращается к Китаю. По ряду номенклатуры вооружений Китай имеет то, чего не хватает России. Это и ударные беспилотники, это и артиллерийские снаряды, более качественные, чем северокорейские, и ряд других типов вооружений. Но Китай от этого уходит. Но с другой стороны, Китай предоставляет товары двойного назначения, предоставляет некие комплектующие, электронику. А также Китай позволяет России обходить часть западных санкций, увеличивая свои торговые обороты с Российской Федерацией. Поэтому, с одной стороны, нужно не допустить, чтобы Китай перешел к прямым поставкам летального вооружения. Это нам точно не надо, и нашим партнерам точно не надо. А с другой стороны, вести диалог с Китаем, чтобы он влиял на политическую позицию Российской Федерации. И все-таки не помогал обходить технологические и экономические санкции, которые действуют против РФ. На повестке дня саммита G7 дискуссии относительно Африки, изменения климата, экономического развития. Это понятно. И, конечно же, один из главных вопросов – это противостояние агрессии России. На какие, по вашему мнению, результаты можно рассчитывать в этом вопросе? Для Украины самый важный вопрос – это возможности и механизмы использования замороженных российских активов для обеспечения безопасности Украины, для восстановления Украины. Соединенные Штаты предложили где-то месяц назад интересный механизм выпустить бонды. То есть взять в долг 50 миллиардов долларов под залог процентов от этих активов. То есть Украина могла бы получить эти деньги несколькими траншами довольно быстро. 50 миллиардов – это большие деньги, это то, что нужно и для украинской обороны, и для украинской экономики. А проценты отдавали бы за счет процентов от замороженных активов. Потому что само тело замороженных активов – это оценность на 300 миллиардов долларов. Пока не найдены юридические механизмы, как бы использовать эти средства для помощи Украине. И поэтому первичная идея была передавать Украине ежегодно проценты в размере до 3 миллиардов долларов. Но американская идея, конечно, более привлекательная – это предоставить кредит под залог. Но там есть нюансы. Американцы считают, что для того, чтобы утвердить такой механизм, Европейский Союз, на территории которого находится основная масса замороженных активов, Европейский Союз должен принять решение о бессрочных санкциях, а не продлевать санкции на полгода каждых 6 месяцев. И вот этот вопрос, несомненно, будет обсуждаться. То есть политическое решение помогать Украине за счет процентов от активов есть. А вот механизмы, как сделать эту помощь наиболее эффективной, будут обсуждаться на встрече «Большой семерки». Очень важно, что Владимир Зеленский лично будет присутствовать. Он сможет предоставить и потребности Украины, и приоритеты Украине, и принять участие в дискуссиях по этим исключительно важным для Украины вопросам. Ну и кроме того, пообщается с президентом США. Джо Байдена в Белом доме сообщали, что на саммит приедет президент Соединенных Штатов, будет встречаться с разными лидерами, и в том числе с президентом Украины. Понятное дело, будут говорить о поддержке Украины и противостоянии агрессии Российской Федерации. Но можем ли мы понимать, а что именно обсудят? В отношении Соединенных Штатов у нас, конечно, есть ряд вопросов. Первое, да, мы рассчитываем подписание соглашения о безопасности. Оно будет довольно объемным и довольно детальным. У нас с Соединенными Штатами есть обсуждение вопросов нашей перспективы членства НАТО, участия в саммите НАТО в начале июля в Вашингтоне. Да, у нас небольшие шансы на получение приглашения, но есть масса деталей, которые нужно обсуждать. Именно о сотрудничестве Украины и НАТО, о перспективах членства. У нас есть ряд других вопросов военной помощи, экономической помощи, потому что все-таки Соединенные Штаты остаются нашим самым крупным партнером и страной, которая предоставляет самую большую помощь Украине во время полномасштабной войны. А с кем еще президент Джо Байден, президент США, может встретиться и будет ли говорить на встречах других об Украине? Украина остается высоко в повестке. И действительно, трехдневный саммит G7 – это не только заседания, посвященные вопросам повестки дня. Приглашены несколько лидеров других государств, и поэтому все готовят списки вопросов для двусторонних рабочих встреч, на которых лидеры государств обсуждают те вопросы, которые сейчас существуют в их отношениях, а также те глобальные вопросы, по которым им нужно согласовать свои позиции. Этот месяц важный для Украины. Происходит ряд глобальных саммитов, и на каждом из них принимаются стратегические решения, важные для будущего Украины. И поэтому украинская дипломатия максимально активно работает и при подготовке всех этих мероприятий, и на самих мероприятиях. Не только группа G7 помогает сейчас в вопросе противостояния, и в частности говорит о санкциях, обведении санкций. Правительство США планирует объявить о более широких санкциях на продажу чипов и других товаров на территории России, сообщает об этом издание Reuters. Эти шаги являются частью широкого стремления администрации президента Джо Байдена ответить на попытки Российской Федерации обойти западные ограничения и подавить военные действия России против Украины. Администрация Соединенных Штатов объявит, что расширяет существующий экспортный контроль, включив в него товары под американскими брендами, а не только те, которые производятся в Соединенных Штатах Америки. Пример США поможет другим государствам, в частности по Китаю? Да, потому что многие страны, в первую очередь западные страны, ориентируются на решения, которые принимают Соединенные Штаты и таким образом потом во многом повторяют эти решения. Что касается санкций, это непрерывный процесс, потому что мониторинговые группы, санкционные группы экспертов постоянно отслеживают, как Российская Федерация находит пути для обхода санкций или минимизации их влияния. И поэтому каждые полгода или даже чаще готовятся рекомендации для стран, для правительства по тому, как пресечь вот эти обходные пути, чтобы санкции работали более эффективно. Украина подавала жалобы о том, что находим мы в оружии, которое применяется против Украины, комплектующие производства западных компаний. И поэтому очень конкретно идут обращения к этим компаниям, чтобы они более тщательно следили за тем, чтобы технологии двойного назначения, военной технологии, электронные компоненты не попадали в военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Как эти новые ограничения могут повлиять на сотрудничество, на отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки? Между Китаем и Соединенными Штатами отношения сложные, но обе страны их характеризуют как соперничество, но еще не конфронтацию. Поэтому, вероятно, в ближайшие месяцы будут продолжаться отношения, характеризуемые торговой войной. Соединенные Штаты недавно ввели стопроцентные пошлины на китайские электромобили. Буквально вчера, по-моему, Европейский Союз ввел свои пошлины на китайские электромобили. Китай будет отвечать своими экономическими решениями. И поэтому мир распадается на торговые зоны, каждый защищает своих производителей. Свободный рынок на самом деле умирает. Но если это не перейдет в горячую войну, наверное, для мира это будет лучше. Отсутствие Китая на глобальном саммите мира. Какой это знак для Штатов, для европейского сообщества? По отношению к украинской войне конкурируют две стратагемы. Одну продвигает сама Украина, это украинская формула мира. У нее много поддержки. Разработано в деталях каждый пункт формулы мира. И ключевое отличие от альтернативной стратагемы, это требования вывода российских войск. Китай с некоторыми своими союзниками продвигает другую стратагему. Остановка боевых действий и вход в переговоры без любых условий. Соответственно, Китай предлагает рассматривать его вариант наряду с украинским вариантом. Этот вариант еще не отменен. И каждая из стратагем, каждая из групп стран собирает аргументы и ресурсы для поддержки своей позиции. И поэтому каждое сильное решение по Украине на встрече Большой Семерки, на саммите мира, на заседании Совета Европейского Союза в конце июня или на саммите НАТО, это все усиливает украинские дипломатические позиции. И тогда наш план выглядит более весомым. То, что Китай не приезжает в Швейцарию, это, конечно, для нас очень печально. И до сих пор двери для китайской делегации открыты на любом уровне, хотя бы на уровне специального представителя Ли Хуэя, который уполномочен заниматься этими вопросами. А что же касается Вашингтона? Заявление о том, что Штаты будут принимать участие в глобальном саммите мира было, но неизвестно до сих пор по президенту США Джо Байдену. Возможно, он с саммита G7 сразу же на глобальный саммит мира? Ну, скажем честно, так и планировалось. Глобальный саммит мира как раз планировался встык со саммитом Большой Семерки. То есть 13 по 15 проходит мероприятие в Италии, а сразу после этого начинается наш саммит мира. И поэтому многие мировые лидеры прямо перелетят из Италии в Швейцарию. Это касается и тех, кому из дома лететь было бы очень далеко. Это и премьер-министры, в первую очередь, Японии и Канады, которые подтвердили свое участие. Что касается американской делегации, пока анонсировано участие вице-президента Камалы Харрис. Это тоже высокий уровень. Но, конечно, мы хотели бы и приглашаем в виде Джозефа Байдена, как руководителя Соединенных Штатов, с тем, чтобы он своим личным участием показал весомость украинского плана. Считанные дни остаются до глобального саммита мира. Ваши ожидания от него? Это уже победа. Независимо от того, у нас будет тем, что называется family photo, когда все делегации выстраиваются. Будет у нас 80 делегаций или 100. Это большая победа украинской дипломатии. Это демонстрация всему миру, что у нас есть поддержка не только в Западном блоке, но и на всех континентах. И это демонстрация того, что Украина удерживает инициативу. Да, на сегодня мы не можем быть уверены, что все наши предложения будут 100% реализованы в ближайшее время. Но противник будет вынужден реагировать на нашу инициативу, а в стратегиях это всегда более слабая позиция. Да, еще очень много предстоит переговоров и, к сожалению, еще и боевых действий. Но саммит мира уже состоится, его уже невозможно сорвать или отменить. Спасибо вам, Игорь, за ваше разъяснение. Зрителям напомню, Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин